Скажите, кто-нибудь из вас задумывался когда-нибудь, что вы делали что-то не так, когда наносите на себя парфюм? Я думаю, ну, навряд ли, потому что так или иначе, понятно, парфюм купили, нанесли, все понятно, каким пользоваться. Но в этом видео мне хочется специально вам разобрать некоторые моменты, может быть, неочевидные на первый взгляд, и подсветить те моменты в использовании или в отношении к парфюму, которых, может быть, вы раньше не задумывались или не знали, но которые, я знаю, определенно точно улучшат ваш способ использования парфюма так, чтобы вы были более элегантными, чтобы парфюм на вас дольше держался, и чтобы, допустим, шлейф, который вы хотите ощущать от себя, чтобы он был интенсивнее или, наоборот, меньше. Вот этими лайфхаками и этими фишечками я буду с вами делиться в этом видео. Поэтому пристегивайтесь поудобнее, мы с вами отправляемся в путешествие, как наносить парфюм. И это будет инструкция в пяти шагах. Последовательно разберем каждый шаг. Первый шаг — это выбор парфюма. Перед вами у вас на парфюмерном столике может быть несколько парфюмов, если вы не пользуетесь чем-то одним. И как понять, какой аромат выбрать? У меня есть на эту тему видеоролик, как все-таки выбрать духи в парфюмерном магазине. Если вам интересно, то посмотрите его. Если перед вами парфюм, и нужно сделать быстрое решение, то я рекомендую технику, которая называется «Закрой глазки и послушай парфюм». Как она выполняется? Вы берете флакончик с парфюмом, закрываете глазки, подносите парфюм близко к носу и задаете себе вопрос. Зачем мы закрываем глазки, чтобы погрузиться в свое образное восприятие и, грубо говоря, примерить образ парфюма, подходит он вам сегодня или нет. То есть мы закрываем глазки, слушаем аромат и задаем себе единственный вопрос. А хочу я сегодня источать от себя такой аромат? Если ответ «Да», то скорее всего «Да». Если ответ «Не знаю» — «Нет», то скорее всего нужно подумать и перейти к следующему парфюму. Снова закрываем глазки, задаем вопрос «Хочу я от себя слушать этот аромат?» Если ответ «Да», тогда останавливаемся на нем. То есть мы с вами сделали тот выбор, правильный выбор, который соответствует выбор парфюма вашему внутреннему состоянию. Есть еще другие техники подбора парфюма по цели, по задаче. Об этом, если вам интересно, то напишите в комментариях, я запишу отдельное видео. И второй шаг называется «Подготовка к нанесению парфюма». Что это значит? О том, что кожа, на которую вы наносите аромат, она должна быть чистая. Ведь нет ничего хуже, когда вы наносите аромат на себя с целью замаскировать запах грязной кожи, немытой кожи или каких-то других ароматов, которые на ней уже есть. Вы не поможете тем самым, нанося сверху аромат на грязную кожу. Наоборот, еще сильнее подчеркнется оттенок немытой кожи. Поэтому лучше всего наносить аромат на чистую, на свежую кожу, чтобы вам самим было приятнее. И еще такой важный момент, я рекомендую, что те точки, на которые вы наносите аромат, чтобы они были максимально чистыми, чтобы на них не было никаких там браслетиков, одежды с длинными рукавами, чего-то, чтобы мешалось. Почему? Потому что то, что будет тереться, то, что будет создавать дискомфорт, оно всегда будет мешаться, и аромат в этих местах будет искажаться. И если вам интересно узнать про парфюмерию больше, то советую вам перейти в мой телеграм-канал, там еще больше о парфюмерии. Ссылочка на него в описании под видео. Третий шаг, к которому мы с вами переходим, это правильное нанесение парфюма. Что такое правильное нанесение парфюма? Это понимание того, насколько ярко вы хотите нанести на себя аромат. Я выделяю обычно две простые техники. Объемный шлейф, это яркое звучание аромата, и интимное нанесение, когда аромат слышите только вы. Что значит интимное нанесение аромата? Это нанесение аромата в одну точку, допустим, вот сюда, на еремную впадинку. Либо же сзади по линии роста волос на одну точку, это интимное нанесение. Все, вы больше никуда не наносите. В каких случаях подходит интимное нанесение? Когда аромат звучит ярко-насыщенно, и вам не хочется, чтобы этот аромат звучал от вас ярко-насыщенно. Или вы сторонница или сторонник легких ароматов, и не любите яркое звучание. Не наносите аромат объемно, наносите его интимно, на еремную впадинку, либо сзади по линии роста волос. И второй способ, это для тех, кто хочет объемный шлейф от себя. Что нужно делать? Прием я показывала неоднократно в видео, для многих из вас вы интуитивно пользуетесь этим способом, для тех, кто нет, естественно продемонстрирую. Это нанесение на несколько точек, сзади по линии роста волос, на еремную впадинку и объемным коконом, дождиком на волосы с двух сторон. И таким образом, что получается? Мы нанесли на объемный кокон, объемный шлейф, верхнюю часть вашей головы. Это в принципе то место, на котором вы коммуницируете с другими людьми, передаете им какую-то информацию. Поэтому ниже наносить парфюм, ну особого смысла нет. На одежде он просто будет дольше держаться, и вам придется перестировать одежду, если вы хотите наносить потом другой-другой аромат, и часто меняете ароматы. На запястьях тоже не вижу смысла наносить аромат, потому что мы часто моем запястья, одежда у нас длинным рукавом. И в целом здесь хорошо тестировать аромат, но не носить его на себе. Поэтому верхняя часть, то, где мы коммуницируем с другими людьми, идеально подходит для ношения аромата. И теперь вы знаете способы. Два способа. Первое — интимное нанесение, когда хотите, чтобы аромат звучал легко и незаметно. И второй способ — это объемный шлейф, если хотите, чтобы аромат звучал поярче. Шаг четвертый. Я бы его назвала как «Этика использования аромата». И остановлюсь на нем подробнее, на этике использования аромата. Потому что, конечно же, как говорит Рината Литвинова, можно нанести аромат побольше, ну и пусть все отсаживаются, мне все равно. Но мы с вами не Рината Литвинова, мы живем в обществе, мы достигаем каких-то целей, мы работаем с другими людьми. Поэтому нам важно соблюдать рамки парфюмерного этикета в том числе. Поэтому что такое парфюмерный этикет? Это уместность использования парфюма. И какое правило парфюмерного этикета? Если вы находитесь в замкнутом помещении, плохо кондиционируемом, плохо проветриваемом, или вообще как бы оно замкнутое, и, знаете, там находится много людей, типа театра, типа офиса, типа самолета, метро, вагончика, автобуса, машины и так далее, то, пожалуйста, подумайте несколько раз, стоит ли наносить туда яркий аромат и уж тем более объемным шлейфом. Скорее всего, это будет, что может у вас вызвать головную боль, особенно, может быть, вы замечали, да, когда садитесь в такси, в машину и наносите яркий аромат и объемно, а спустя какое-то время может начать болеть головой, просто потому что укачивает от яркого насыщенного аромата. И то же самое, есть люди в пространстве, которые могут быть чувствительны к ярким ароматам, особенно каким-то нотам в этом аромате, и это может их начать раздражать, они могут испытывать какую-то агрессию по отношению к вам, и, может быть, вам ее даже не говорит, но вы себя будете, ваша аура, да, будет себя чувствовать как-то не так и как-то некомфортно. А оно вам нужно? Вот вопрос, да, то есть подумайте несколько раз, а стоит ли таким образом наносить аромат вокруг себя в пространство, в котором будет очень много людей. И второй момент, да, этика, это если, опять же, аромат, вы приходите на вечеринку, где нужно быть в центре внимания, не бойтесь переборщить с ароматом. Здесь такая история, что если мы хотим выделяться, если мы хотим обращать на себя внимание и ставим это в задачу, или мы где-то выступаем как спикера на какой-то конференции и выбираем для себя яркий образ, яркую одежду, выбирайте яркий аромат. Полупрозрачные нежные ароматы, они не придадут вам уверенность, и они не поддержат ваш яркий образ. И третий момент касательно парфюмерного этикета, это обновлять парфюм в течение дня. Многие об этом почему-то не задумываются и хотят, и ждут от аромата. Ну вот я его нанесла, и пусть он держится на мне целый день. Увы, ах, такого-то современных парфюмов не ждите. Почему? Потому что у нас в современной парфюмерии идут более легкие, более нежные текстуры, ароматов. И, как правило, пик, когда они уходят, это 3-5 часов, если мы берем парфюмерную воду с нашей кожи, с наших волос, от нашего образа. Поэтому, когда вы замечаете про себя, что вот пик, яркость, раскрытие аромата ушла, в среднем это 3-5 часов, может быть, обладательницам горячей кожи это 2 часа будет, то знайте, каждые 2-3-5 часов обновляйте парфюм, который нанесли. Вы можете обновлять тот же самый парфюм, либо наносить другой, новый, свежий парфюм. И нет ничего страшного, парфюмы между собой никак не смешаются, да, вы просто будете позволять одному парфюму уходить и на место него вторым заменять. И самый замечательный, самый завершающий наш 5-й шаг, это про, все-таки, запястье. Здесь хочу остановиться, он называется «Нитрити запястье». Что мне здесь хочется сказать о том, что запястья созданы для того, чтобы тестировать ароматы. Мы приходим в парфюмерный магазин, выбираем ароматы, тестируем на своей коже и выбираем с одного из второго запястья. Вот, и когда мы тестируем аромат, мы не трем, не растираем вот так вот запястье. Почему? Чтобы просто дать этому аромату раскрыться с одного запястья, а другому с другого, да, чтобы не смешивать их. Когда мы растерли аромат между запястьями, с ним ничего страшного не произошло. Мы просто снизили его объемность раскрытия и его шлейф. Так, в целом, в течение дня носить аромат на запястьях не нужно, потому что руки у нас находятся достаточно далеко от нашей головы, от нашего органа восприятия носа, от восприятия других людей. И просто до других людей, да и до нас этот аромат запястья, как правило, не долетает. Но какая фишечка? Визажисты, парикмахеры, вы наоборот можете наносить аромат на запястье для того, чтобы окружать клиента ароматным коконом, когда с ним работаете. Только здесь выбирайте грамотный аромат, который понравится вашему клиенту. Как правило, гурманские ноты, шоколадных десертов, кофейных оттенков, они будут вот очень-очень привлекательно смотреться в данном случае. Переходите в мой телеграм-канал, там еще больше о парфюмерии и ссылочка в описании. Давайте же подведем краткие итоги этого видео. Какие шаги мы с вами рассмотрели, которые важны при нанесении аромата? Первое, выбираем аромат грамотно, тот, который, допустим, соответствует под ваше состояние. Как это сделать, рассказала выше. Второе, это готовьте кожу к нанесению, она должна быть чистая. Пожалуйста, если кожа грязная, лучше не пользоваться никакими ароматами. Третье, это наносите аромат правильно. Я вам показала два способа, это интимное нанесение и объемный шлейф. Выбирайте под себя. Четвертый шаг, это соблюдайте парфюмерный этикет. То есть, понимайте уместность использования парфюма. И пятый шаг, это тоже копилочку парфюмерного этикета. Не трите, пожалуйста, запястье при тестировании аромата. Ну и на запястье в целом, пожалуйста, не наносите аромат. Наносите его красиво на верхнюю часть головы, там, где вы коммуницируете с другими людьми. Если вы нашли это видео полезным и интересным, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. С радостью поделитесь этим видео со своими друзьями, тем, кто неравнодушен к парфюмерии, тем, кто, допустим, не знает, как пользоваться ароматами, для того, чтобы максимально большое количество людей просвещалось этой темой, любило ароматы. И использовали, нанесили парфюм правильно и кайфовали от этого, а еще могли добиваться своих целей с помощью грамотно подобранных ароматов. Будем вместе с вами расти, развиваться и просвещаться. Спасибо за просмотр и до скорой встречи.